Здравствуйте, мои красавицы! С вами снова Яна Гуд из Школы Любви и Женского Очарования, Женской Магии. Это наше четвертое, по-моему, видео по счету. Я стараюсь их держать вот у границах часа, потому что информации очень много, очень многим хочется с вами поделиться. Сегодня с утреца я решила снова вот с вами поговорить о третьем треугольнике и, возможно, немножко добавить и расширить очень интересные концепции, потому что эти вопросы часто мне задают в индивидуальных ретритах. Ну а сейчас мы, наконец-то, посмотрим на самый высокий уровень сознания, на самый вожделенный этаж бытия, на тот уровень, где истинное наслаждение становится нашим, пронизывает наш быт. Что такое быт, да? Бытие, быт и я. Мы сюда пришли для радости, для счастья, для любви, и мы хотим наслаждаться этой жизнью. Страдать на качеле страданий нас подсадили через страх, да, что за все вот надо платить, страдать и так далее. Но на более высоких этажах сознания это все не надо. Там все работает по-другому. И для того, чтобы выйти на этот этаж сознания, нам нужно раскрыть разум. Нам нужно выйти за игры ума, за ловушки нашего ума, выйти из того информационного поля, которое сформировал «А кто я?». и выйти, расшириться из этих границ, выйти в состояние многомерности, и здесь включается разум. Разум — это вибрация 400, потому что разум — это осознание всего бытия. Когда мы начинаем осознавать, что я лишь капля в океане, но я и есть океан. Я — совершенное несовершенство, потому что несовершенства нет. И совершенства нет. Есть то, что уже проявлено. И то, что проявлено совершенно, потому что оно совершено, от слова «свершать». да, если оно проявлено, оно совершено, это жизнь. И в этом красота. В любом аспекте жизни есть красота. В любом аспекте смерти есть красота, потому что что-то заканчивается, что-то отмирает, чтобы новая почка могла снова зародиться. Новая вибрация смогла бы себя проявить и прожить, и включиться. Вот. Какое красивое состояние меня объяло. На какой, с какой вибрацией я соприкасаюсь, я начинаю ощущать, как алхимия в моем теле меняется. Моё состояние абсолютно меняется. Это удивительно. Хочу вам зачитать на этом уровне, как работает энергия. На уровне разума это вибрация 400. И здесь эмоция, понимание, то есть понимание жизни. Процесс абстракции, то есть восприятие жизни. Мы абстрагируемся от эмоционального осуждения, сужения, то есть любое осуждение это суженный канал. Мы абстрагируемся и приходим в состояние понимания, что жизнь многообразная. Она многообразная и она многообразная. А восприятие Бога приходит как мудрость. Бог мудрый, поэтому он и сотворил жизнь многообразную. Иначе нам было бы скучно. Именно это нам нужно понять, принять и начать творить себя разное. Это помогает нам принять все свои грани, все свои архетипы. Когда я читала книжку «Богини в каждой женщине, Боги в каждом мужчине», у меня женщины из ретрита, ученицы иногда говорили «Яночка, я там вот некоторые архетипы читаю, мне так скучно, неинтересно, я их не понимаю, зачем мне это читать». Я улыбаюсь, потому что я тоже читала, когда архетипы, я осознала, что «О, а вот эти архетипы во мне очень глубоко раскрыты». Архетип Афродиты это мой такой коренной архетип, да, это мой кодовый архетип, и прям я там прям вся так радуюсь, растворяюсь, изучаю, все понимаю. Когда я читаю архетип Персифоны либо Диметре, мне уже как-то не так интересно становится, они мне не резонируют. Но моя лучшая подруга это ее главный кодовый архетип Персифона, а моя мама, главный кодовый архетип это Диметра. И только изучив и познав эти архетипы из глубины, я смогла до конца понять, принять и полюбить, и уважать, поистину принимать близких женщин для меня. Изучая мужские архетипы, я увидела, что во мне там боги-отцы, да, у них три главных архетипа. Зевс, который управляет молнией и громом, то есть это воздух и огонь, такой рулер на богине Олимпа, да, то есть управляющий, да, главный бог. А Нептун, который это дух воды, мужской дух, ее проявление, да, и это, он ответственен за эмоциональность, и он очень мстительный, он очень агрессивный, не прощает ничего, то есть вот он вот так вот проявлен в человеке, и когда человек уже гонит, когда говорит, не гони, там, остынь, не гони волну, да, то есть это вот там об этих страстях, которые бушуют в человеке. И третий бог-отец это Аид, а он владыка подземного, то есть он земля, и вот этот тонкий мир подсознания, что происходит с душами на их вот низких вибрациях, да, откуда мы изначально родились, мы же эволюционируем снизу вверх, он чувствует, что происходит в потаенном, вот как бы вот в душах людей на самом деле, да, и вот это три главных, так сказать, архетипа, дальше у них есть сыновья, и читая их, я увидела, что во мне очень глубоко раскрыт Зевс и Нептун, а Аид вообще не раскрыт, и я увидела, что вау, то есть именно Диметра и Аид для меня такие непонятные очень архетипы, ну, естественно, по закону притяжения к нам по нашим кодам, если у нас такие коды к нам обязательно приходят в противоположности, потому что Бог мудрый и жизнь многообразная, и нас учит через зеркала, поэтому у меня мама Диметра, и мой муж, Булат, он как раз его главный архетип, когда мы познакомились, это Аид, и он интроверт, он погружается в себя и все раскрывает в себе, он сразу все чувствует, все понимает, все осознает, и он такой молчаливый, и вот когда мы с ним выясняем отношения, это выглядит так, я включаю Зевс и начинаю громы молнии метать, громко-громко орать, кричать, волна эмоций меня захлестывает, и я прямо вся а-а-а-а-а. Муж уходит тихо в себя, ведет себя абсолютно достойно, взыркнет иногда на меня своим грозным взглядом, если я начинаю переходить какие-то границы, но держит свое пространство, свою землю, и никогда не унизится до того, чтобы повысить на меня голос, никогда не унизится до того, чтобы меня как-то оскорбить потому что он чувствует и понимает что смятение которое происходило в моей душе он чувствовал и понимал как мне больно и он прислушивался и вот он рассказывает сейчас к слава богу я сотворила ретрит путешествие целостность где истелила себя вот от этого всего да поэтому его и сотворила потому что когда это мужчина стоит улыбается потому что когда мы изучали это я в шоке было игру от какая ужасная как ты вообще со мной выживал мне казалось что я такая прекрасная женщина такая волшебная могиня а когда мы ругаемся такая ведьма стерва такая ужасная он говорит я восхищался тобой и видел в тебе твоего зевса я видел тебе твоего нептуна я восхищался потому что эти аспекты во мне не развиты и я их перенимал через нейронные зеркалки через тебя а я перенимала через нейронные зеркалки через него то чего мне не хватает поэтому в отношениях до подобное притягивает подобное это вибрационное соответствие но и противоположное притягивает притягивается потому что магнит так срабатывает нам нужно многообразность нам нужна палитра всего иначе будет скучно там что бог мудрый знает что делает мы сюда пришли играться сотворять эту реальность да и вот только в нижних треугольниках жертва начинает закрываться и думать что вот мир вот рушится вот все и она не хочет эволюционировать поэтому там вот такие проблемы а когда мы уже выходим делаем героическое усилие выходим на более высокие уровни вибрации наконец приходим к разуму к вибрации 400 начинаем становиться философом да мы становимся философом и по-другому смотрим на жизни также раскрывается вот у нас философ пофигист я попрошу мужа вот поглубже раскрыть эти архетипы для вас чуть 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 попозже я хочу остановиться с нашими женскими архетипами и вот разум это уже уровень королева ведьма потому что ведьма она познала внутри себя все эти стихии все эти архетипы да и вот когда я читала дальше сыновей богов и богини я увидела что вот все архетипы которые раскрыты во мне и не раскрыты на мне прям прямая противоположность с моим мужем булатом все что во мне не раскрыто это его сильные стороны все мои сильные стороны это его не раскрытые стороны и вот сойдясь в сакральный союз изучив поняв друг друга приняв друг друга наши сильные слабые стороны мы через любовь друг друга помогали друг другу раскрываться и превращаться в лучшую версию себя Поэтому, естественно, после трех лет сакрального союза я другая, я более осознанная, я более счастливая, более многогранная, более многомерная благодаря ему. Потому что дуальность — это тоже такой интересный концепт, когда мужчина и женщина сходятся, это тоже единение дуальности, единое целое. И здесь противоположности, и не я, не начинают себя тоже раскрывать, начинает запускать новая алхимия. Это очень интересно. Самое глубокое развитие, конечно же, происходит в отношениях. Либо когда женщина рождает ребенка, и через воспитание ребенка она трансформируется, познает себя лучше, раскрывается в любви. Либо когда она влюбляется, выходит замуж по любви, она через любовь эволюционирует. Это замечательно. Конечно же, я не говорю это о том стандартном мире, где женщина вышла замуж, и все, она должна стать кухаркой, сексуальной тигрицей и так далее. Не в этих ограниченных, а вот когда мы поднимаем вибрации, расширяем осознанность для тех женщин, которые хотят себя реализовать в этой жизни как богиня на самом-то деле. Куда идем мы с пятачком? Туда. Туда, где все прекрасно и хорошо, где Млечный путь на свете-то притягивает в лучшие миры, в лучшие пространства. Давайте все сделаем это женское дыхание, которое вы научились на ветрите. Вернемся в себя, вернемся в себя, в свое тело и продолжим. Все ли я рассказала о королеве ведьме? Да, то есть вот изучая эти архетипы, раскрывая все стихи в себе, женщина становится ведьмой, ведающей женщиной. И тогда она раскрывает в королеве разум. Королева становится не горделивой, а разумной. И поэтому здесь она эволюционирует на третий этаж сознания, где она с достоинством начинает сотворять свою реальность не только для себя. Потому что на втором уровне мы вот для себя, мы сосредоточены на себе, герой сосредоточен на себе. Королева, король сосредоточены на себе, на своем государстве, на своей планете. А уже на третьем уровне сознания королева думает о мире, король думает о мире. Начинается новое восприятие себя, реальности и мира. И это намного интереснее. И следующий вибрационный уровень у нас это любовь. Да, и это следующий наш архетип, это жрица любви. Я еще для себя, я ее называю Афродитой. Опять-таки вы можете создавать для себя свои архетипы. Вот для вас концепция, а вы, это я для себя так сотворила, мне так было легче. Да, когда я себя раскрывала, исцеляла, я смотрела вот так. Здесь во мне еще проявлена нищенка. Как я ее буду убирать? Здесь я еще вот веду себя, ощущая себя как рабыня. Как я это буду исцелять? Да, здесь я еще себя веду как служанка, как я буду исцелять. Здесь я опять золушка, разгребаю чужие угли, работаю спасателем. Мне лично помогало для моего осознанного роста, помогало отслеживать себя, потому что я саморефлексирующая, считающая себя достаточно умной женщиной. И я наблюдаю за собой, как я себя проявляю в этой жизни. Я позволяю себе тотально проявлять себя в этой жизни. Для того, чтобы испытать все, испить свою чашу жизни до дна, полностью ей насладиться. И в минусе, и в плюсе, чтобы искрило, чтобы магнит работал. Для меня сейчас нету плохого и хорошего, есть тот опыт. Но я наблюдаю за собой, потому что я выбрала жить и вибрировать в высоких вибрациях. Потому что я не хочу саморазрушаться. Мне уже не 20 лет. Я не могу себе позволить на страдания, на негатив, на глупости, на наивности. Потому что не те годы. Если бы молодость знала, если бы старость могла. И вот я хочу мочь. Я хочу быть могиней в своем зрелом возрасте. Да, я не собираюсь опускать руки, становиться пенсионеркой и быть бабушкой. Булат улыбается, когда он это слушает. Потому что иногда я его спрашиваю. Я говорю, Булат, почему ты со мной? Может тебе на молоденькой девочке жениться? И так далее. Я говорю, я дам тебе развод. Я всегда буду твоей лучшей подругой. Я всегда буду тебя любить, обожать. Он смеется, говорит, прекрати, говорит, чепуху. Говорит, я с тобой, только с тобой я смогу летать, развиваться. Вот я спрошу его, когда мы будем делать видео. Пусть он сам это расскажет. У него так-то классно получается. Но мне это, конечно, сразу дает крылья, вдохновляет. Когда он говорит, ты что, с тобой я не вижу горизонта. С тобой я вижу только постоянную возможность расти и развиваться. С тобой мне интересно жить. Ну вот, поэтому. То есть в зрелом возрасте есть свои плюсы. Если женщина работает над собой, развивается, эволюционирует, да. Важно всегда оставаться интересной. Не загадкой, а интересной. Загадочной в том смысле, что, ну, он каждое утро, он не знает, что я сегодня выкину и какие у меня сегодня будут планы, настроения. И вообще я скажу, сегодня будем делать так, потом поменяю вот так. Потому что я живу вот, во мне много Нептуна, много воды. Мне как океан бушующий. То так, то сяк. Мне так интересно проживать себя, да. И была-то так интересна. Поэтому иногда, конечно, когда записываю видики, это сложно, потому что я настроилась на одно, потом меня эмоции понесли куда-то туда. Но я думаю, что вам это все тоже интересно. Познавать нашу истинную женскую природу, которая непредсказуема никогда. Так вот, вернусь к слайду, чтобы себя проструктурировать, взять себя в руки. И вот королева-ведьма, она может наслаждаться жизнью. Потому что она познала жизнь, она приняла жизнь во всей ее дуальности. И она начинает осознавать, что все, что делается, все к лучшему. Она начинает осознавать о многомерности реальности. И, например, сейчас идет война, но я понимаю, что вот через год, через два, через три, когда это все утихнет и трансформируется, это на самом деле будет к лучшему. Просто мы заплатим огромную цену невежества. За то, что мы сейчас, эти два народа, не знают и не выбирают, как идти через любовь, через уважение друг к другу. Ими манипулируют, управляют темные силы, здесь наускивают, там вот это, они враги нападают, там вот это, они враги нападают. А на самом деле, почему у нас должны быть враги? Почему мы не должны жить в любви? Для чего нам железные стены и враги, для чего нам ненависть? Это идет от того, что вот нами управляет ум. А когда мы выходим на вибрацию 400 и нами начинают управлять разум, мы больше не поведемся на ловушке войны. Мы больше не поведемся на ловушке лукавого, который нам говорит самое главное деньги, там или власть. А к чему это приводит? Все меняется постоянно. И да, я была очень-очень богатой женщиной, замужем за мультимиллионером. Я ушла, я осталась ни с чем. Мне пришлось по-новому себя выстраивать. Я построила 5-миллионный бизнес, очень долгое время у меня было неограниченное количество, то есть мне хватало на все. Я не была счастлива, я искала ключики к женскому счастью. Я приехала на Бали, у меня не было денег. У меня был такой минимум вообще, там вот просто хватало на то, чтобы оплачивать свои какие-то реальности. Я была безумно счастлива. Я ходила босиком по земле, на океане, жила на океане, целыми днями проводила, пила кокосы под пальмами, медитировала, практиковала. Я была самой счастливой женщиной на свете. Я приехала на Бали, я стала живой, настоящей. И все мои ограничения, мой пуританизм, по-английски, как же это по-русски сказать, такая стыдливость, да, они начинали растворяться. Когда я приходила на экстатик-данс, и женщины себя, которые уже давно жили на Бали, могут проявлять, могут танцевать, танцовывать свою сексуальность, свою неудовлетворенность, скорее, сексуальную, свою удовлетворенность сексуальную. Я сначала как бы в шоке, как они себя ведут, это не по-женски. Почему не по-женски? Да, они проявляют свой животный инстинкт, это тоже часть нашей жизни. Пока я сама не раскрепостилась и стала танцевать всем телом, так сказать, вытанцовывать себя. То есть на Бали я начала раскрываться и обогащаться, и самой, моя могиня, да, самой могущественной, самой потенциальной, я стала ощущать себя уже здесь, когда не было ни мужа, ни денег, ни бизнеса. И я искала, как передавать эти знания, чтобы они через поле передавали женщинам. И я уже вошла в состояние творчества, я искала наилучшие творческие solutions, решения. Да, и вот здесь раскрывалась моя могиня. И следующий у нас архетип, это жрица, жрица любви, она вибрирует на вибрации 500. Вибрация 500, а это что такое на самом деле любовь, да, посмотрите на экран, я для вас зачитаю. Любовь, это эмоция благоговения, это откровение, видение жизни доброе, а Бог любящее. Да, благоговение, откровение, доброе и любящее. Смотрите на эти слова, задумайтесь, соприкоснитесь вот с этой энергией благоговения, к чему вы относитесь благоговейно. И когда говорят полюби себя, что это такое? Это относиться к себе благоговейно. Приходит глубокое откровение того, а кто я истинная, настоящая. И приходит познание, ощущение своей божественной природы и своей земной природы. И тогда в сердце раскрывается бутон любви. Я женщина, я божественное совершенство. Я люблю этот мир, я люблю эту планету, потому что я часть этого мира, я часть этой планеты. И приходит состояние глубокой доброты, милосердия, великодушия, то, что по-другому невозможно. И наше отношение к миру становится любящим, потому что познав вот эту благоговейность по отношению к себе, мы можем любить других людей, потому что у нас есть разум, мы осознаем, насколько они разные, отличные от нас. Они отличаются, я специально делаю акцент, да, они отличаются от нас тем, что они личности, от личные. Личность не такая, как у меня, мы все разные. Зачем же нам друг на друга обижаться? Для чего же нам друг с другом воевать? Это же так интересно общаться, по-настоящему общение, когда каждый свободно может выразить свою точку зрения, свое восприятие своей реальности с того этажа сознания, на котором находитесь. И здесь вот для меня очень сложно стало общаться с людьми, особенно с учителями духовными и так далее, потому что когда я их слушаю, я их вынимаю, я ими восхищаюсь, их поддерживаю, им очень приятно. А в ответ мне дать то же внимание, то же восхищение, то же благодать не каждый может. Большинство женщин не могут. И я задумывалась, как вы можете вести за собой женщин, когда внутри себя вы не истелили, не приняли своего собственного дьявола, свою собственную темноту, потому что это надо увидеть, принять и привести в любовь. И тогда мы можем слышать другого человека. Тогда мы перестаем воевать с его темнотой и с его светом. Мы начинаем принимать благоговейно, с уважением, по-доброму в любви. Только тут происходит истинное общение, истинное взаимодействие, истинная алхимия в любви. Поэтому посмотрите на свои отношения с мамой, с мужчиной, с ребенком, с теми, о ком вы говорите «я люблю этого человека», «я люблю». Есть ли у вас благоговейность? Вот я когда со шкалой Хокинса ознакомилась, я ужаснулась, что я не отношусь к никому благоговейно, потому что я еще себя не принимала. Я не чувствовала себя богиней. Даже когда я вела ретрит, я так презрительно сказала, что я не раскрываю в себе архетип богини, потому что я и не хочу быть богиней, я хочу жить как могиня. Тогда это было моей правдой. Сейчас уже нет. Сейчас, пройдя этот ретрит четыре раза, раскрыв себе королеву, вот истинную королеву в мудрости, из высоких вибраций, да, я осознала, что да, я могу творить свою реальность. Архетип богини во мне раскрылся очень глубоко. И дальше эволюция привела меня туда, даже в мое божественное ядро. Любовь привела меня к Богу, к богине, к моему божеству. Любовь работает только так. Она возвращает в нас наше изначальное божественное состояние. Именно любовь включает в нас богиню, а в мужчине – Бога. Потому что любовь – это творчество. Мы начинаем творить любовь, и она всегда излучается, нам хочется давать. Любовь – это не когда хочется брать. Любовь – это когда хочется давать. Именно так вот, когда я притянула Булата, попозже там вот я для вас записала какие-то свои истории, они получились немножко сумбурно, и мы решили поставить их в конце видео. Когда я увидела Булата, я почувствовала вот эту всеобъемлющую любовь. Я хотела ему дарить любовь. Мне от него ничего не нужно было. Это был такой момент, просто я люблю тебя, потому что я призвала свою любовь. А любовь – это любить, это глагол, это не брать любовь. Любовь – это любить, это принимать другого человека со всеми его слабостями и силами. И здесь, как бы люди говорят, любовь взяла, полюбишь и козла. Да, любовь не зла, любовь милостива. Ты полюбишь человека таким, какой он есть. Он приходит к тебе все потенциальные. В чем-то он раскрыт, в чем-то он еще не раскрыт. И вот в этом поле любви, его задача – стать лучшей версией себя для тебя. Для себя и для тебя. Так создается сакральный союз. И, конечно же, это ведет нас дальше. Любовь ведет к следующей вибрации 540. Это вибрация счастья, радостности. Радость дает нам возможность воистину наслаждаться жизнью. Радость возвращает нас в невинность, в детское, божественного ребенка, в состояние невинности, потому что в радости все можно. Когда мы радуемся, не тому, что нам что-то дали, мы там урвали какой-то лакомый кусочек от жизни, и мы такие, о, ура, там, в чем-то победили. Это другого уровня, это гордыня, это победа. А вот радость – это такое сияние счастья. И оно вот такое вот, как бы, почему мы любим маленьких детей. Потому что они невинные, и их радость, она независимо ни от чего. Там мама пришла с работы, смотрит на него, а он такой, лежит, улыбается, там у него пальчик во рту, или там ножку себе там засунула, и лежит, улыбается, сияет просто такой комочек счастья. Да, и вот осознанно прийти к этому состоянию вибрации, счастья, радости, можно только, когда мы проходим через 400 вибрацию разума, 500 вибрации любви, и мы входим в 540, и у нас взрыв, счастье, абсолютная эмоция. Смотрите на слайд, как Хокинс вам описывает, да, эту вибрацию, что радость – это состояние безмятежности, это эмоция безмятежности, то есть нету мятежа внутри. И реакция, да, это преображение, мы преображаемся, мы становимся такими красивыми, когда мы находимся в состоянии безмятежности. Видение жизни завершенное, а Бог единый. То есть здесь не за что бороться, без мятежа, здесь не за что бороться. Все едино, все совершенно. Мы здесь сотворяем для радости, для личностного наслаждения. В этом треугольнике и раскрывается наша муза. Мы становимся элементом вдохновения, вдох и обновления. Начинаем дышать, и дыхание становится безмятежным, спокойным. Ум спокоен, потому что он все осознал, он понимает, что не попадает в ловушки, в иллюзии. Начинает жить. И состояние, возможно, все, можно все. Жизнь становится все потенциальным, полем чудес, где реально можно все. И даже во время войны пуля кого-то попадет, и кто-то умрет, а кто-то выживет. Кто-то во время экономической войны в России потеряет все свое состояние, обнулиться по полной. А кто-то с низов вырастет вверх. Появятся новые ростки, появятся новые миллионеры, новые олигархи, новые красавицы, новые таланты. Что-то кто-то умрет, а что-то новое родится. Таков цикл жизни. И поняв это, приняв это, мы приходим к вибрации 600, вибрации покоя, умиротворения. Посмотрите на слайд. Что такое на самом деле покой? Покой – это гармония, гармонизация внутри себя, всех четырех стихий земли, воды, огня и воздуха. Гармонизация внутри себя, всех кодов, всех фракталов, все принятия, все осознания приводят нас в состояние блаженства. И эмоция блаженства, а реакция – это озарение. Мы просыпаемся, пробуждаемся, мы озаряемся тем сознанием, что жизнь уже совершенна, а Бог – это всеохватывающее бытие. Бог – это не какое-то там вот существо под названием, которым ему дают люди в религиозных разных направлениях, да, что Бог – это и есть все проникающее бытие, это и есть и космос, это и земля, это и альфа, и омега, и это все, с чего я соткана, из чего я сотворена. И на самом деле Вселенная – это как голографическая Вселенная, в которой мы создаем своей мыслью, разумной мыслью, наполняем своей эмоцией радости, предвосхищения, и мы сотворяем это из темноты, это приходит в свет, становится проявленным для нашего наслаждения, и нам можно все. И поэтому в этом треугольнике, в этом, на этом этаже сознания мы больше не работаем, мы больше не рабы до денежного канала, канала власти, желанием, мы не прообещены, желанием получать внимание и любовь. Начинаем творить из глубокой изобильности, а что еще делать? Ну вот у меня все есть, но вот что еще делать? Мне хочется творить? Мне хочется делиться этими знаниями, поднимать вибрации женщин вверх, потому что я хочу наслаждаться тем, что когда я захожу в ресторан, я вижу счастливые пары, глаза горят, я вижу счастливых, здоровых детей, я хочу быть окружена счастьем, не хочу волноваться и переживать, когда где-то идет война. Я хочу жить в счастье, а в счастье это и внутренняя составная, и внешняя. Поэтому творим, творим, творим. Благодарю за внимание. Мне кажется, я раскрыла, насколько возможно, да, вот эти три треугольника. Дальше нет предела совершенства. Да, посмотрим на следующую вибрацию. И это вибрация от 700 до 1000, это уже просветление, эмоция невыразимая, сознание, чистое сознание, видение жизни, я есть, а Бог это истинное я. То есть, когда мы приходим в медитации к этому состоянию просветления, мы осознаем, а я и есть Бог, что я есть все. И очень многие из вас, так же, как и я, проходили через такие трансцендентальные опыты жизни и смерти, когда мы выходим из маленькой личности, из дуальности, и видим себя в этом глубоком, расширенном состоянии, частью единого целого. И мы и есть это целое, и мы и есть и фрактал, и целостность. И это очень красиво. Да, и потом, когда мы возвращаемся в нашу маленькую личность, вот вопрос, как бы, как оставаться на этой вибрации, как проживать и счастье, как жить в наслаждении, для этого необходимо выйти из жертвы, и для этого необходимо сделать героическое усилие. И вот об этом я хочу, чтобы поделился с вами мой муж, об этом героическом усилии. И мы сейчас снимем для вас вместе что-то очень интересное. И дальше вы еще послушайте вырезки, да, какие-то такие на разные интересные темы об отношениях, о материализации наших желаний. Вот. Возможно, я вставлю, возможно, нет, потому что я там была прям вся такая возбужденная, и, возможно, я уже не захочу менять вот тот тон, тот камертон, ту вибрацию, на которой я хочу закончить это видео. Опять-таки приглашаю вас подписываться на мой канал, становиться ученицей в нашей школе любви. Приглашаю вас в наш телеграм-канал. Надеюсь, что вы все подписаны на мой инстаграм, где вы можете посмотреть на мои фотографии с мужем и почитать мои посты и отследить мою эволюцию. И если вы смотрели мои предыдущие видео, когда вы пройдете через первый ретрит, второй, третий, четвертый, вы увидите мою эволюцию, вы почувствуете это. И я же считаю, что женщина, она вдохновляет через поле. Да, я хочу делиться с вами информацией, потому что слишком дорого мне это стоило, слишком много лет. Я собирала эту информацию, структурировала, проживала, ее тестировала. Мне хочется это в одном пространстве дать вам все, раскрыть для вас все. Но я также знаю, что самое главное и ценное я получила от мамы через поле. Я научилась, что такое любовь, жертвенность, тотальность через поле матери. Хотя она была очень сложным человеком, и как личность она была очень сложна. Но именно она вела меня в любовь. Тем своей, тем, как она умеет абсолютно и безусловно любить. она готова всегда была за меня умереть. Я это всегда знала. Но любить так, чтобы мной восхищаться, чтобы вдохновлять меня, становиться лучшей версией из себя не из страха, критики, негатива, а из вдохновения, из божественного такого сотворения, передачи знаний. Она не могла, у нее не было этих инструментов, не было, не умела. и поэтому вот я решила стать такой матерью для всех женщин, которые не знают, которые хотят эволюционировать в любовь. Поэтому благодарю всех, благословляю всех, приглашаю всех в школу любви. Люблю вас всех. Я приглашаю вас послушать наше следующее видео с мужем. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok